Девушки отдыхают 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 Попробуем. Давайте. Let's go, guys. Let's go, guys. Мы начинаем этот ночной контакт. Поехали. Почему ты стала со сцены петь так много матов? Мы все, девчата, влюбляемся в мудаков. Это, по-твоему, заебись прием? Господи, какие вы древние. Как вообще с вами можно общаться? Ты никогда себя не вела, как мудиха? Ты что, никогда не вёл себя, как мудак? Сейчас как нахер меня послала. Ты уже прям закоренелый петушок такой. Просто я стала сильнее бухать и опухать. Дамы и господа, леди и джентльмены, ровно через год к нам пожаловала сама красавица, девчушка наша любимая, певица, артистка лейбла Black Star. Лава Кока, привет. Всем привет. Ровно год назад и один день ты была у нас в ночном контакте. Я заметила, у вас новая студия. У нас новая студия. Меня она больше нравится. Мне очень нравятся неоновые вывески и сочетание оранжевого, синего и твоего костюма и моей помады. Моя ты коточка. Спасибо. Ну, у нас все новое, но старый Костя по-прежнему. Костя здесь никуда не делся. Я тебе больше скажу, год назад, как сидел на этом кресле, ты ушла, он ждал тебя и ровно через год она опять же сидит на этом кресле. Нет, я знаю, что он ждал, не меня. Я сейчас, если честно, жду инсульт. Вот сейчас, тяжело, слушаю. Что ты сегодня нам будешь петь в конце программы? Я спою свою песню, наверное, на данный момент это моя самая популярная песня, она называется «Зая». Песня, клип на которую собрал более 10 миллионов просмотров, это первый мой клип, который преодолел эту отметку. И я очень рада, поэтому сегодня я вам спою ее тоже. Больше 10 миллионов просмотров, сделайте вид, что вам это нравится. Причем это было 2 недели назад. Поаплодируйте, пожалуйста. 2 недели назад было бы. Сейчас не знаю, что. Так, подожди, стоп, стоп. Вопросик, есть вопросик. Давай. Посмотрел я клип твой этот, ну, нужно по работе. Вот, вопрос такой, почему ты там вместо слова «заебись» поешь «Зая»? Это по-твоему «заебись» прием? Ты знаешь, мне кажется, это хороший прием. И благодаря именно этому приему. Современный, то есть новый прием, по-твоему. Ну нет, я же... Хочешь, чтобы приемчик из 90-х у нас в школе был? Давай. Смотри. По-пизде, по-пизде, по-пизде лали укольчик. Прямо в ху, прямо в ху, прямо в худенькую попку. Слышала такое? У нас таких приколов не было. У нас теперь новое. Цепись без тебя, заяц. Почему МДК, мы все знаем, заяц, да? Почему ты стала со сцены петь так много мата? Зачем ты материшься? Слушай, у меня была очень долгая позиция того, что в песнях не надо ругаться матом. И потому что меня слушает большое количество молодой аудитории и все остальное. И я всегда была против матов. Потому что сейчас каждая песня, она с матом, и мне это всегда не нравилось. Но я поняла, что у меня была ситуация, я влюбилась в мудака, это правда. Серьезно? Да, ну... Он известный? Ну скажи просто, не называй имя, фамилию. Известный мудак? Я не люблю обсуждать своих мудаков. Нет, я... Ты не называй имя и фамилию, просто это мудак из области медиа или мудак просто сосед? Я не знаю, ну... Ну, просто простой менеджер среднего звена. Ну, это не простой менеджер среднего звена. А теперь интересно, кто, да? Да подожди, дай мне расскажу историю. Ты меня сейчас собьешь с мысли. Так вот, и когда я писала эту песню, я очень долго сомневалась в том, выпускать ее или нет, в таком виде или нет. Почему? Потому что, во-первых, в одной строчке слово «мама» и «мудак» для меня это было неприемлемо. Во-вторых, в принципе, это ругательное такое слово, и я понимала, что я, возможно, кого-то буду оскорблять и все остальное. Но, черт возьми, если бы в этой песне пелось «Я влюблена в дурака», никто бы не слушал эту песню. Никто бы ее не слушал. Влюблена в плохого парня, влюблена в бэтбоя, в кого угодно. Мы все, девчата, влюбляемся в мудаков. Это правда. И дело не в том, что... И дело не в том, что все мудаки. Ну, хотя... Видишь, девочки-клобер, они понимают, о чем идет речь. Я не знаю, почему нас сюда тянет на... Тянет на... Девчонки, вы не знаете меня. Слушай, вот ты что, скажи мне, вот ты что, никогда не вел себя как мудак? Вел. Я даже и сейчас веду себя тянет. Понимаешь? И поэтому я поняла, что если... А ты подожди... Постой, 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 постой. И я подумала, постой, постой, постой. Ты никогда себя не вела как мудиха? Я нет. Мудиха, я вообще такого даже... Так, смотри. И я поняла, что если я однажды скажу плохое слово, я не стану от этого плохой. Понимаешь? Люди, наоборот, начнут понимать, что... Черт возьми, это тоже про меня, это правдиво. И найдут в этом немножко себя. Интересно, интересно. Мама, я влюблена в Пушкина. И слушали бы нормально. И слушал бы Пушкина, его мама, и все. Эту песню. Что ты принесла, какой подарок сегодня для наших подписчиков? Ты знаешь, я большой фанат экстрима. На самом деле. И мне очень грустно от того, что у меня часто нет времени на то, чтобы получать какие-то новые эмоции. Поэтому сегодня... Я принесла пистолет, сыграю в русскую рулетку. Сегодня у меня есть два билета. Ну, не два билета, два посещения нашего картинга, нашего экстремального картинга в Black Star. Реально, очень классные карты. Я была там всего лишь один раз в жизни, и поэтому надеюсь, что... Ну, хотя бы вы покатаетесь. Я тоже хочу сходить. Два билета. Два билета картинг Black Star. Как получить эти два билета, вы узнаете в конце нашего шоу. Так что смотрите... Смотрите. Смотрите внимательно. Смотрите, смотрите. Да. Как ты относишься к тому, что Black Star сильно обновился в этом году? Ты знаешь, я нормально к этому отношусь. Рано или поздно листва опадает, и растет новое. Мне после твоих спич и плакать всегда хочется почему-то. То про мудака, то про... Ну, просто видишь, сейчас мы находимся на таком этапе, когда новые артисты, они пока что еще петенцы. И мы пока не знаем, кто из них куда полетит. А я кто? Мне 38 лет. Ты уже петушок. Ты знаешь, я пою песни, и я птенец же ведь в плане... Нет, ты уже прям закоренелый петушок. Ты петушок. Петушок. Ты до этой минуты была мне подругой. Ну, в плане петух, это же царь зверей. Что? Петух, царь зверей? Ну, на ферме, да. Ты понимаешь, петух решает, когда все встают. Петух решает, когда будет яйца. Не-не-не, подожди, 38 лет... Петух решает, когда у всех встает, ты имеешь в виду. Петух решает, когда... Я это не могу произносить. Не повторяю это. Мама, я влюблена в петуха? Могло бы быть и так. Или в каблуках. Что тебе больше нравится? Каблук? Каблука? Нет. Давайте закончим тему петуха и животных. У нас все-таки певица, творческая личность. Интеллигентная девушка. Я потом тебя обзову после съемок. К Blackstar, тогда вернемся. Ты записала трек с Егором Кридом еще год назад. Почему он только вышел вот недавно буквально? Ты знаешь, всему свое время. Да? Да. Сейчас как нахер меня послала. Ну, на самом деле, я очень рада, что песня вышла именно тогда, когда она вышла. Во-первых, она правильно подчеркнула его, когда он ушел. И правильно преподнесла меня, когда я осталась. Опять хочется заплакать в конце твоего спичи. Ну что ж такое-то? Подождите, социальные сети активно пишут про твой роман с Егором Кридом. Пожалуйста, расскажи нам всю правду. Где вы, как вы, насколько вы. Где, как, чего и... Ты знаешь, люди просто очень любят нас шиперить. Ты знаешь, что такое шип, верить? Шип? Шиперить. 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 Ну, просто шиперить. Знаешь, что такое? Знаешь, что такое шиперить? Какие же, господи, какие вы древние? Как вообще с вами можно общаться? Вы не знаете, что такое... Олды! Вы не знаете, что такое пить чаёчек с шиповником? Или когда шипучка есть, вы не знаете, что это? Мы нормально разговаривали, что за шиперить? Ну вот мы плавно съехали с темы, обожаю. Что такое шиперить? Ты не знаешь, что такое шиперить? Нет! Да, блядь, не знаем, что такое шиперить. Понятно же уже было, что такое шиперить. Просто кошмар. Шиперить, это значит представлять, что два каких-то человека, или, может, больше, что они вместе. Ну, допустим, если бы шиперили нас с тобой вдвоём, это говорило бы о том, что люди бы хотели, чтобы мы были вместе. Люди бы хотели... Люди бы хотели... Вот о чём мы поговорили. Если бы шиперили нас с тобой вдвоём. Подожди, я тебе объясню. Это всё идёт из Запада. Допустим, шиперить от слова шип. Фрэншип. Шиперить это просто на русский манер. Вы можете что-то русское придумать? Я вас прошу просто. Зачем Запад? Так Стас, придумай им, напиши, давай. Что такое будет? Какое у нас будет слово? Я говорю, наверное... Слово «нахуярица» вам не нравится, это наше по-русски. Что такое? Давай придумаем слово. Ярушица. Ярушица. Что это будет значить? Блевать. Хорошо. Потрясающе, красиво, очаровательно, талантливая Клава Кока в гостях «Ночного контакта». Мы продолжаем поаплодировать. Он такой секси, но просто... С кем ты больше всего общаешься, дружишь и с Black Star? Кто там у нас остался? Не, на самом деле, больше всего я общаюсь со старичками. То есть с Мотом, с Натаном, с Мишей. Больше всего, наверное, с ними. Мы специально, когда готовились к нашему сегодняшнему шоу, мы задали ребятам вопросы о тебе. Так. Мы сейчас покажем на экране вопрос. Там будет четыре варианта ответа. Тебе нужно выбрать, что они ответили. Окей. Окей? Вопрос к Мишке Марвину. Если бы в честь Клавы Коки назвали бургер, как бы он назывался? Вариант А. Клавбургер. Вариант Б. Зайебургер. Вариант В. Black Star Клава Кокбургер. Так. И Г. Бургер для мудака. Офигенно. Блин, слушай, офигенно. Я даже не знаю. Задумайся. Миша. Ну, Миша, он хороший мальчик. Ну, наверное, он ответил первый вариант. Первый вариант. Клавбургер. Да. Смотрим ответ Миши. Здравствуйте, Миша. Если бы в честь Клавы Коки назвали бургер, он бы назывался бургер для мудака. Ой, какой хороший. И правда хороший. Хороший, хороший. Но сказал так стильно, как будто выпустил новый трек. Или как будто бургер для него. Ой. Нет, Миша не мудак. Следующий мужик. Давай. Вопрос был к Донни. С каким девизом Клава Кока идет по жизни? Так, давай. Заработай быстрее бабла. А. Заработай быстрее бабла. Б. Один в Black Star не воин. В. Нет ничего невозможного. И. Г. Клавы будут править миром. Ну вообще Клава будет править миром. Да. Но я думаю, что Донни ответил вариант В. Смотрим, что ответил Донни. Моя подруга Клава Кока по жизни идет с девизом «Нет ничего невозможного». Мой пупсик я знала. Я знала. Это телевизор, он не ответит сейчас тебе. Вопрос к Слейму. Какая черта характера тебя бесит в Клаве Коки? Так, интересно. А. Слейм, будь осторожна. Сексуальная сексуальность. А, мне нравится, да. В. Склонность к дедовщине. Ну, такое. В. Излишняя целеустремленность. Так. И. Г. Завистливость. Ну, видимо, к успехам Слейма. Г. Ну. Г. Да. Завистливость к успехам Слейма. Здравствуйте, Слейм. Черта характера, который меня бесит в Клаве Коки, это ее излишняя целеустремленность. Поделись чуть-чуть, да. Но есть еще один человек. Еще один человек. Натан, наверное, да? Ну, естественно. Какое у Клавы Коки стоп-слово? Я устала лала. Тимати. Баста. Мясо. Я думаю, он ответил «мясо», потому что он знает, что я вегетарианка. Здравствуйте, Натан. Всем привет, это Натан. Я знаю, что... Я знаю, что... Я знаю, что... Стоп, слово для Клавы. Мясо. Он знает. Что по творчеству дальше? Какие концерты планируются? Что у тебя будет? Самое главное, что сейчас я готовлюсь к выходу своего альбома. Когда он выйдет? Пока не знаю. Ты знаешь, всего лишь меньше месяца назад я делала пост о том, что же вы хотите больше, чтобы я вернула влоги или альбом. И я поняла, что я не могу разрываться, потому что очень много людей хотят и то, и то. И я решила, что мне хватит сил сделать и то, и то. Поэтому влог я уже вернула. И в этом году, я думаю, в ноябре, я постараюсь и смогу выпустить альбом для вас. Скоро. Совсем скоро. Клава Кока. И то, и то. Мы написали для тебя несколько треков для твоего нового альбома. Вау. И чтобы эти песни, эти треки вошли в новый альбом, их нужно будет обязательно повторить. Значит, на экране будут появляться твои песни. Песни твои старые, но содержание новое. Есть проблема. Какая? У меня плохое зрение, я не вижу ничего написано на экране. Ты не надо ничего, здесь будет аудио звучать, аудио. Хорошо. Тебе нужно будет запомнить, что и как там петь. Правильно поешь, отлично. Неправильно поешь, из микрофона польется кислота. Это joke. Пока. Начинай. Давай, я выбираю устала. Устала. Давай. Песня устала. Слушай. Тысячу раз я присела, 725 подтянулась, потом еще 200 присела, еще 305 подтянулась, и в конце 500 раз отжалась. Как же я устала. Подходи к микрофону, давай акапельно. Тысячу раз я присела, 725 отжалась. В смысле, 725 подтянулась, потом еще 200 раз присела, потом еще 500 раз подтянулась. А потом еще 500 раз отжалась. Отжалась. Ну как же я устала. Я ненавижу эти микрофоны. Стоящую песню выбираю я, далеко от них не уходи. Я выбираю песню «Влюблена». Тебе легко говорить, у тебя нет косметики, укладки, белой рубашки. Откуда ты знаешь? Я вижу. Хотя я вижу немножечко грима здесь есть. Влюблена в мудака, выбираю эту песню. Давайте ставьте мне ее. А получился есть? Он такой смелый, просто вау. Он такой секси, но просто ммм. Он такой страстный, что просто ммм. Леша Панин, я люблю тебя. Эта песня больше на слабо, а не на память. Он такой смелый, что просто вау. Он такой секси, что просто ммм. Он такой сильный, что просто... Что просто а? Сейчас я хочу, чтобы моё лицо было забрызганное. Жена моя, я люблю тебя. Нормально. Ну чё там? Ты прям лют на пол? Ты прям блюнул на пол? Да. Какой ты... Это вода. Озорник. Следующая песня? А я? Да. Давай, стало сильнее. Стало сильнее. Почему у меня под глазами круги? Почему я продала свои сапоги? Почему я так сильно влезла в долги? Почему мне все люди стали враги? Просто я стала сильнее бухать, сильнее бухать и обухать. Почему у тебя такие короткие песни, у тебя такие длинные? У тебя там просто Леша Панин, я люблю тебя. Подходи поближе, не стесняйся. Почему у меня под глазами круги? Почему продала я свои сапоги? Почему я так сильно влезла в долги? Почему все друзья мне стали враги? Просто я стала сильнее бухать, просто я стала сильнее бухать и обухать. Ты спела целую прям... Ну видишь, песня про меня. Так что не спеть-то? Мне не споряло, да. Просто я стала сильнее бухать, просто я стала сильнее бухать и обухать. Переходи на новый стайл. Мне нравится. В конце дуэтная песня. Давай. Зая. Окей. Окей, слушай. Что за ужасные следы? Это сбил камаз кого-то? Чьи это шметки? Бурдука или енота? Из кого же получилось кровавая сплошная? Ни собака и ни кошка. Это Зая. Перебегала мка от Зая. Бум, шмяк, шпок, ай. Я не поняла первые строчки вообще. Значит, смотри, я пою за мальчика, ты поешь за девочку. Все логично. После этой песни мы едем с тобой на Евровидение от нашей страны. Окей. Давай за этот танец еще делать такой. Да. Нет, вот, да. Готова? А еще раз можно послушать? Что за ужасные следы? Это сбил камаз. Из кого-то? Чьи это шметки? Бурдука или енота? Из кого же получилось кровавая сплошная? Ни собака и ни кошка. Это Зая. Перебегала мка от Зая. Бум, шмяк, шпок, ай. Бум, шмяк, шпок, ай. Это Зая. Бум, шмяк, шмяк, шмяк. Бум, шмяк, шмяк. Бум, шмяк, шмяк. Ну вот там мы будем мокрые. Давай быстрее. Бум, шмяк, шмяк, шмяк. Да. Бум, шмяк, 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 шпок. Давай. Окей? Что за ужасные следы? Это сбил камаз кого-то. Трамтики тамтики тамтики там. А жмётки это чьи? Не бурундака и не енота. Ты сюда подойди. Надо по чесноку играем. Что от кого получилось? Кровавая сплошная. не собака и не кошка это зая перебегала как зая дорогу 3 4 3 4 мега позитивные иди ко мне мега позитивная прекрасно наш друг товарищи я безумно уважаю этого человека за ее творчество за ее цели устремленность клава кока друзья мои наши подписчики скоро у клавы выходит новый альбом поэтому пишите в комментариях название нового альбома прокреативки название нового альбома альбома клавы коки самый залайканный естественно получит два билета приз от клавы коки от black star два билета формула black star картинг black star а может быть я назову так альбом главное не пишите там не енота с таким хорошим настроением иди клава и пой нам ты видать считаешь себя бога но с небес на землю опустись чтобы разглядеть мне походу окулис слышь ты по-французски хочешь целоваться но по-английски я ухожу малыш я ведь останусь без ротации если твоей же мне все расскажу я шепну тебе на ушко так нежно 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 отшибись без тебя разжарю за я за я отшибись без тебя разжарю за я за я за я за я слышу отшибись без тебя разжарю за я за я не боюсь я не люблю тебя разжарю за я за я Субтитры сделал DimaTorzok Без тебя царя